Друзья, всем привет! Сёрферы, бездельники, Девианты. Мы продолжаем наши эфиры. Пятница и у Альфа и Омеги в гостях традиционный Арисович. Должен был быть Сергей Аркадьевич Досюк, но, к сожалению, он заболел. Причем заболел для нашего медийного пространства плохо, потому что у него пропал голос. Ну, он простудился там, я не знаю, что это такое. Поэтому, к сожалению, его сегодня не будет. Я думаю, что он выздоровеет и обязательно будет в следующие наши эфиры. Поэтому мы будем сегодня только с Арисовичем. Но я думаю, что Арисовича нам хватит для того, чтобы доставить вам массу приятных откровений и удовольствий. Включайте Алексея. Привет, Алексей. Привет. Привет. Да, слава твоя, как бы, идет по миру. Я пока ехал в Лаефир, мне позвонили, там говорят, Израиль шумит, видели Арисовича. Причем звонят там. Люди, люди с хорошим, очень достатком, мягко говоря. Вот. И они, как дети, радуются, что видели Арисовича там где-то на улицах Иерусалима, там где-то еще. И вот я подумал, что мы же на самом деле можем раскрутить эту тему о том, как сегодня ситуация вокруг Украины воспринимается в разных странах. Потому что ты в нескольких странах уже был. Я тоже ездил. Мы были вместе в Луган. И, в принципе, в последние дни происходит масса больших таких заявлений, событий, которые позволяют говорить о том, что, ну, лед как бы так вот, как по мне, трогнулся. Да, вот у меня лично такое самоощущение. В 16-е нам дадут. Как бы там западные ВПК запрягаются. Уже даже вчера появилась интересная ловость о том, что на шведские Гриппины наших летчиков будет Швеция учить. А Гриппин это очень неплохой истребитель. Насколько я помню из своих увлечений авиацией в юные годы. Вот. Поэтому, ну вот, у меня вот такое ощущение. Но прежде начнем, давай, знаешь чего? Я увидел твой пост по поводу этого судьи, который, эта тварь, которая с утра сбила бойца Национальной Гвардии, убила бухой, летел. И, ну, мне кажется, что вот гражданское общество не должно дать спуску таким кейсам, потому что слишком они распоясались и слишком бездоказанно себя чувствуют. Дай свою реакцию. Ну, реакция здесь понятна. Этот кейс, он же во многом похож на кейс главы Верховного Союза, который, как князя, или как он там, не знаю. Которого взяли, наверное, на взятки 3 миллиона долларов, или сколько там, миллионов, и дома нашли, потом полмиллиона. Была бурная дискуссия у нас по поводу, что же это не так. 700 тысяч зарплата, пенсия. Казалось, да, отобрали по конкурсу, ну, все тебе дали, чтобы ты нормально работал, а ты все время брал взятки. Одни будут брать взятки всегда, они будут брать взятки, они будут бухими сбивать нацбардейцев, они будут делать все то, что они делали в 31 год. Не единственный шанс в этом случае, это долго займет вычет, чистка, но эту чистку, процесс чистки нужно запустить. Без него не будет никак. Понятно, что судья, будучи интегрирован в коррупционную систему отношений, в систему власти, он будет сейчас отпетливать, как может. Кто единственный контролер? Совесть, как писали в этом самом советском журнале «Фитик». Значит, гражданская совесть всех нас, гражданского общества, должна не дать спустить этот суд. Мы должны приучить не спускать, по крайней мере, по резонансным случаям. Изнасилование в Закарпатии, глава Верховного Суда, сбитый нацбардейц. Вот там, изнасилование, где там недавно ментов посадили. Плюс еще убившего этого мальчика, решивший пострелять по жестяным банкам, убили пятилетнего ребенка. Все такие случаи ключевые, они должны быть на контроле гражданского общества. Потому что центральный вопрос сегодняшнего дня, это как вернуть этику в политику. Снова. Раньше эту роль играла церковь. Она у нее давно не играет и уже, видимо, никогда не будет играть, к сожалению. Значит, остается общество. Есть вещи, общество не в состоянии следить за всеми судьями, всех позбивавших там, да, и беспредельничающих, но по особенным резонансам, да. И каждый судья, который бухой садится в машину, и любой другой чиновник должен знать, что если он влетит, ему не дадут спрыгнуть. Не дадут. Он может договориться внутри системы, но он не договорится с обществом. А поскольку медиа сегодня играют огромное значение, то через медиа его достанут и заставят правосудие реализовать по нему полный комплекс справедливого наказания. А не вот это, там, растянули, передали, переквалифицировали два года, потом условно и пошел себе дальше. Нет, такого не будет. Мы будем следить за этим случаем, и пока его не накажут так, что общество это вызовет чувство справедливости. Такой субъективный критерий. Но, как известно, судьи сами судят на 50% по субъективному критерию. Вот и мы свои субъективные 50% ставим в этот случай. Не давать спуску. Это долгий процесс очистки, но он именно такой. Других рычагов здесь нет. Другой рычаг, это только... Ну, сейчас о нем не будем говорить, поговорим после войны. Да, согласен. Не давать спуску и приучать к ответственности за то, что они... Они просто должны знать, что наказание неотвратимое, что в системе он может договориться, но общество не спустит, не даст. Два года, если нужно, три года будет доставать. Но все равно добьется своего. Да. Тут мне пишут, включите комменты для подписчиков с 10-дневной выдержкой. Да, включил я, в общем-то, эти, включил комменты как раз для подписчиков, потому что боты сегодня как-то лезут вообще, как с ума сошли. Давайте сделаем этот. Давайте сделаем. С лагом. Так, ну давай пошли по этому, по раскладам на Западе относительно Украины. Потому что наказание, вот точно так же, как и относительно вот этих всех судей, которых и прочих негодяев, которые постоянно демонстрируют пренебрежение общественными интересами. Ну, с Путиным же такая же история происходит в глобальном масштабе, там, да? Один в этом. И вот что меня радует, что, ну, как-то вот этот кораблик начинает раскочегариваться Запада. Он, как говорится, долго запрягает, но потом тяжело давит. Смотрите, мы прошли очень важную психологическую отметку. Это передача боевой авиации. Вот только что Министерство обороны, если я правильно понял, это не фейк. Сейчас в нашем бурном времени не успел проверить, перед эфиром за секунду получил. Опубликовало, что будет 48 об 16. 48 об 16 готовятся к передаче, 400 грилей — это сила, которая способна снести все, что угодно. Потому что он по своей функциональности, особенно, когда он применяется системно, а не в виде отдельных самолетов. Он интегрирован, например, в систему ЛИМ-16, западная система интеграции сведения воздушной обстановки, наведения и всего остального. Если это все будет, то это можно умножать на 5 и получить соответствующий эквивалент в российских боевых самолетах. Можете себе представить, что будет с Российской армией, да и с ее авиацией. В чем фишка ЛИМ-16? Он многофункциональный самолет. Он работает как стримбитель-бомбардировщик. То есть он работает по наземным целям, воздушный. Одновременно по воздушному. Он очень хорошо перехватывает крыла от ракеты. Причем, да, в том числе баллистические ракеты. Смотря какую комплектацию, он вообще в хорошей комплектации перехватывает. Ну и он работает по авиации российской. Не секрет, что до сих пор, например, наши самолеты, сталкиваясь с Су-35, имели ситуацию такую. Су-35 видит в 4 раза дальше, чем наш несчастный МиГ-29 какой-то там. И пускает ракеты с дальностью в 2,5 раза больше, чем наш. И мы немало потеряли авиации именно при столкновении с современными российскими самолетами. Просто за счет их намного превосходящих, в разы превосходящих наши характеристики. Вот ЛИМ-16 закроет это все. И это мощнейший вклад, но для широкой публики, для нас с вами, как бы понятно, что Запад преодолел последнюю отметку. А ведь как в коллективном сознании индивидуально воспринимается нежелание что-либо давать? Оно транслирует очень негативный сигнал. Запад боится. Вот чего не понимала западная, западная табличка, это что им приходится бесконечно объяснять на всех этих международных форумах. Благо есть такая возможность. Что когда вы чего-то не даете, вы подрываете доверие к самим себе на самом деле. Очень трудно потом вести прозападный дискурс, необходимость как это действовать, трансформировать Украину в современное открытое западное общество, потому что украинцы, сидящие под бомбами каждый день, начинают задавать вопросы. А зачем нам туда делать? Чему нам там учиться? Трусость вашей неспособности на 16-й месяц войны, где все уже ясно, когда вы ордер выдали этому товарищу, что он военный преступник, вы не можете передать самолет и дальнобойные ракеты. Но смотрите, как действуют британцы. Они передали Storm Shadow, которые летят дальше, чем Атакамсы, которые мы заказывали, которые уже очень результативно работают. И сразу возникли вопросы о самолетах. И следующая отметка, это только вступление в ЕС и НАТО. Ничего такого, что мы могли бы получить еще от Запада, не осталось. Долгосрочная программа поддержки, модернизация всей техники, которая была передана, совместное предприятие ВПК, это вещи значимые, крайне важные. Но с психологической точки зрения, для широкой публики они малопонятны, не вызывают ох и ах. А вот конкретное решение передачи самолетов вызывает, дальнобойных ракет вызывает. И мы преодолели. Мы же не надеемся, что они передают ядерное оружие. Хотя Россия, передав ядерное оружие Белоруссии, чтобы она не говорила, что она сама им будет управлять, породила очень интересный прецедент. Передача ядерной державы, ядерного оружия, не ядерной державы. И я бы об этом поговорил с западными партнерами, с конструкторами нашего «Ежмаша» и специалистами из КПИ, которые Харьковского института ядерной физики помыли исследований, которые многое могли бы сказать на эту тему. Прецедент же создан, чего стесняться уже. Поэтому возникает вопрос, только чего Запад таким стал дерзким, в хорошем смысле этого слова. Я думаю, что это, как ни странно, результаты визита Ли Хуея, нашего отца, родного, по странам Западной Европы, когда они, только что Возьмутон пост опубликовал, что он предлагал оставить решение конфликта такового, прекращение огня, Запад открещивается от Украины, а Россия оставляет уже захваченную территорию. Я думаю, что на Западе просто поперхнулись от такой наглости. Вот все эти троицы Китай, Иран и Россия. И раз вы не хотите идти на конструктивную, вот и будут. Ну, те вам самолеты, вот вам будут самолеты. И заметьте, тут же последовало заявление Рябикина, который выставлял ультиматум НАТО, что мы не планируем применять ядерное оружие в Украине, да, трене не менялось и так далее, и так далее. Потому что, видимо, последовали сигналы, которые сказали, если будет хоть намек на ядерное оружие, если будет хоть ядерная риторика, помощь будет усиливаться. Будет не 48, а F-16, а 200, F-16 и так далее. С этой точки зрения произошел ряд невидимых подковерных схваток, как мне кажется, вот в эти две недели. Барьен преодолен. И все. И опять же я настаиваю, все время об этом говорю на всех этих международных конференциях, что понимать наше противостояние, мы с вами это давно решили, для них это иногда звучит диковинку, нужно в большей стратегической рамке противостояния Запада, особенно США, с Китаем. Китай, как мы знаем, там блестящая была статья, у тебя находили, всем ее рекомендуем. Китай там прямо показывается, как Китай на уровне открытых программных документов, заявлениях лидера и так далее. Он объявил войну Западу. Не Запад Китая. Не Запад подавляет взорвавшихся конкурентов. Это Китай прямо провозгласил концепцию «Запад падает, Восток поднимается» в 2017 году. И Запад отвечает, как всегда. Вот это, кстати, еще одна тема, о которой можно поговорить, еще одну линию набрасываю. Рассуждали, говорили первому. Реактивность Запада. Очень много говорится, что он все просчитал в Куларах, что вот у него там долгосрочная стратегия, что он всех паразит раздавит, и сейчас они кельты переиграют людей с четвертой группы крови. Но все, что я вижу в открытую и в закрытую, это тотальная реактивность Запада. То есть он не действует проактивно, у него не наступательная стратегия. Он обороняется и сдерживает. Все они говорят о сдерживании Китая и России. Все они говорят о сдерживании, как контейнер, как главное слово, которое они произносят. Нигде я не встретил признаков желания в активную игру сыграть против России и Китая. Внедриться, разрушить, окружить, опутать, запутать. И реагируют. И вот это самое главное, что мне в Западе не нравится. Когда они готовы сдерживать активно, готовы сдерживать решительно, как мы видим, пропорционально, но не хотят играть активно с теми, кто выражает их миропонимание и миропорядку. Вот повестка на сегодня. Можно я уточню, Алексей? Смотри, у НАТО же ведь концепция именно их основных документов, основополагающих, это стремление к миру. Доктрина стремления к миру. Нет, как раз сдерживание. Вот она прямо записана. Стремление к миру. Все, что бы ни происходило, мы стремимся к миру. Получается, нужно в этом ракурсе пересматривать такую доктрину? То есть нужно стремиться не к миру, а стремиться к доминированию или чему-то еще? Тут уже мировоззренческие вещи. Какой мир они хотят? Они хотят мир, где все же стремятся к миру и конкурируют по раз и навсегда за данным правилам, которые иногда меняются, но в целом придерживаются определенных вещей. Но они же исходят из чего? Эта концепция была хороша, когда Запад тотально доминировал. Они просто навязывали эти правила и деваться было никуда. Например, они их навязали Китаю в 1975 году, и Китай долгое время играл по торгуя Западом, открыл для себя западные рынки, поднимаясь на этом очень сильно, он стал второй силой сейчас в современном мире, потому что долго играл по западным правилам. А потом он решил эти правила пересмотреть. Так вот у Запада нет ответа серьезного на то, что делать с теми, кто не разделяет западную систему правил и разную западную систему кипяя для всего мира, грубо говоря, целеполагания и правил игры. Вот что делать с нарушительными спокойствия, с размутительными спокойствия? Китай, Россия, Иран сегодня. Ну, надо ли их активно гасить, как бы менять режимы там и так далее. Они попробовали на периферийных странах, Афганистан и Ирак. И, видимо, им не понравилось. Они, я подозреваю, не уверены в своей способности социально инжинирить в масштабах Китая, России или даже самого того же Ирана. Поэтому, смотрите, вот скепсис по поводу иранских протестов, куда они могли активно вмешаться, но не вмешались. И в то же время все время распускаются слухи кулуарные, о том, что они где все знают, тонко играют, что это все как бы сдерживание для публики, а на самом деле хитрющие западные спецслужбы, клубы и все остальное где-то там копают. Они, может, где-то и копают, только не видно результатов. Поэтому я думаю, что даже если есть отдельные ястребы, которые хотели бы сыграть проактивно, как Рейган играл, как Тэтчер играл, то сегодня общее настроение на Западе это все-таки сдерживание. Другое дело, что, и это позитивная новость, что это сдерживание приобретает с каждым днем все более решительную форму, чем можно было бы от них ожидать. Я был скептичен, меня сильно отравила трехсторонняя контактная группа «Нормандский формат». Я после этого не видел в Запад от слова «вообще». Но я ему чисто теоретически давал полпроцента на то, что он пробудится. Он меня удивил, удивил приятно. Но я вам скажу, что, например, в Украине, вступая от НАТО и в ЕС, мы получим специфический люфт в отношении того, как мы предпочитаем действовать и как они предпочитают действовать. И, между прочим, на Западе раздаются очень серьезные голоса сегодня в экспертных кругах, которые говорят следующее. принятие Украины в НАТО и Евросоюз – это лучший способ сдерживания украинской прыти. Украина становится подконтрольной. Потому что одно из их главных опасений, чтобы мы почувствовали вкус к дерзким далеким операциям, к ходам через всю шахматную доску, и уже не остановились. А Израиль в свое время не вступил в НАТО именно для того, чтобы сохранить за собой такую возможность. Например, рейдов на атомные, на атомные, на атомные, чтобы у Хусейда не появилось оружие, не спрашивая никого никак и никогда. Вот он не хочет себя взять в НАТО. Поэтому вступление в НАТО, оно становится все более вероятным для Украины. И чем более мы дерзко выступаем, тем больше оно вероятно, потому что они рассматривают, как это главный элемент сдерживания Украины с нашим залихватским казацким драйвом. Хорошо это или плохо? Нужно думать. Михаил Штенбак, наш постоянный зритель, спонсор, прекрасный человек, с которым мы тоже делали эфир, и говорит, Запад разрушает Китай точно так же, как он разрушал СССР. Делают это они очень активно. США так точно. Просто ли избегают горячей войны? США уже развернуло капалио по лишению Китая западных технологий и капиталов. Производство перелосится в Вильзию и Вьетнам. Назад в США. Кстати, да, это объективный процесс. Он действительно... Они его не разрушают. Это сдерживание. Если в результате этого сдерживания Китая разрушится, то это будет его проблема. СССР они тоже не разрушали. Потому что разрушал СССР только Рейган. После Рейгана уже не разрушали. Если вы помните, западные лидеры, тот же Джордж Буш-старший, та же Маргарет Тэтчер, приехав в Украину во время распада Союза, уговаривали, что нас не выходить из состава СССР. Оставаться в нем. Потому что это повлечет за собой непредсказуемые последствия. Они не разрушают. Давно уже нет лидеров, которые чего-то там разрушают. Они сдерживают. А в результате перегретые авторитарные системы не выдерживают этих сдерживаний, лишения технологий, лишения рынков. Им могут развалиться. Это да. Но не говорите мне, что они разрушают. Ну смотри, ключевое заключается в том, для нас, ключевой вывод из развала СССР, заключается в том, что Западу по силам было создать ряд экономических шагов, которые привели к тому, что у Советского Союза не оказалось валюты, потому что удушение, в том числе Ирана, вместе с саудитами, то есть у вас блоги или знают, что Саудовская Аравия играла на понижение ставок Ирана во время Ирако-Иранской войны в 1980-1988 году. Посмотрите наш эфир с кусой, где мы это все разбирали детально. Вот. И одним из следствий было то, что это ударило по Советскому Союзу, потому что он точно так же, как Иран, зависел от лифтилового экспорта. И в результате к концу 90-го года бюджет Советского Союза просто обдулился, потому что нефтедоллары прекратили идти. Цена там падала до 8 долларов за баррель. То есть это вообще беспрецедентная была. Сильно ниже себестоянности, скажем. Ну, для Совкан. Вот. Вот и, соответственно, вот простой пример, когда они, в общем-то, и не хотели там сознательно разрушить, потому что все церушные там раскладки, которые были в 80-е годы, они как раз говорили о том, что Советский Союз устойчив, что у него благо ресурсов, что устоит. И когда вот произошло это крушение, то, конечно, они были очень и очень серьезно ошеломлены и удивлены, что это произошло. Вот. Здесь вот точно так же они не могут спрогнозировать, какое будет будущее России, и вообще вот как или в этой бутной воде полует рыбку. Поэтому это как раз золо-лаше ответственности. Предложить, прикладывать лаши концепты о новой архитектуре Евразии, о новой кристаллической решетке Евразии, как ее называют, Юго-Россия, вот это как бы транзитные коридоры через Центральную Азию, Юго-Россию, на Украину, дальше на Европу, на Индию, на Китай. Вот эта новая кристаллическая решетка, она создаст новую архитектуру Евразии. И тогда становится понятно, как избежать многих рисков, которых боятся. Вот это проблема. Да. Эта проблема, они не хотят на эту тему всерьез говорить. И с опаской, в чем воспринимают эти разговоры, что касается геополитического такого конструктивизма, как бы, да, и начинают записывать тебя в опасный сумасшедший, когда ты даже в кулуар. Публично ни в коем случае, но где-то даже в кулуарах начинаешь, даже не на уровне утверждения, а на уровне вопроса. Как вы рассматриваете, такой проект, а такой, а вот такой возможности. Они начинают отсиживаться, отсаживаться все дальше и дальше, потому что опасаются. Когда ты говоришь, хорошо, ребята, а каково ваше мнение? Ну вот вы сейчас сдерживаетесь до такого уровня, что они начнут распадаться. Что будете делать? Ну, общий ответ такой, ну мы не знаем, ну тогда, наверное, это не произойдет. Надеемся, что это не произойдет, но тогда будем решать, подверить поступление. Вот вам страшные стратегические горизонты Запада, про которые он нам так рассказывает, что он смотрит на 500 лет вперед, все видит, и так далее, и так далее. Что-то не похоже. Это дилемма для нас, проблема. Почему? Потому что мы видим иначе, играем уже иначе, и рейды Легиона Свободы России и Овлека в Белгородскую область показывают нам, что мы готовы играть через всю шахматную доску. Готовы. Или вот, например, атака этого Ивана Хурса, несчастного, сразу после прохода Босфора, где русские никак не ожидали атаки беспилотника. Но вот эти вещи, они как бы мелочь, но показывают общее направление стратегии. Мы не боимся. Не боимся играть широко. Поэтому у них это вызывает опасения. Сам факт, что они бесконечно подчеркивают эти трое суток, мы просили Киев не применять американское оружие по территории России, это показывает их логику. Они не готовы играть далеко. Поэтому у нас есть люфт. Люфт в наше мировоззрение, наш модус ревенди и модус операндия, то есть способ действовать не вызывает восторга в Западе, вызывает законное опасение. Когда начинаешь задавать вопрос, а что вместо и каким последствиям это приведет, потому что ваши механизмы сдерживания куда более сильные, чем наши, имеют куда более сильные последствия, чем наши самые дерзкие атаки. Вот развалится Россия или Китай. Вы с этим будете делать. Ну, вот как бы так все сложно. Наверное, будем уговаривать не разваливаться. Все то же самое, как с СССР. все так по копирку. Но нам надо это понимать и нужно всегда есть проблема перевода наших планов грандиозных на западный язык. Я даже, честно говоря, не все бы им говорил до конца. Как это делают, например, некоторые из нашего военно-политического руководства, когда у них не находится время выступить на заседании комитета военного. Как это начальников штабов НАТО военного кабинета, потому что они очень загружены обстрелом. Не все им надо говорить. В этом смысле я бы больше израильской тактики придерживался, когда мы, конечно, безусловно, дружественны, но согласовываем, координируем, все наставляем за собой право рейды на реакторы, если нам не нравится в соседних странах. Смотри, РДК уже заявили, что мы за Соединенные Штаты Сибири. Как тебе вообще вот эта ситуация с вот этим рейдом в Белгородскую Народную Республику? Ситуация прекрасная, потому что отныне мы не можем, она же с военной точки зрения была успешна очень, но ее политические последствия символические гораздо больше. Они символические гораздо больше, и еще предстоит превратить в политические постараться для этого. Но логика какая? Это же тоже войска Российской Федерации. То есть отныне мы не можем говорить войска Российской Федерации, имея в виду только путинские войска, мы должны говорить, что войска путинского режима и войска тоже Российской Федерации, но, например, Легион Свободы России и РДК. У России появились другие вооруженные формирования. Они представляют Российскую Федерацию, но воюют против Путин за освобождение России от путинского режима. У этой же это вооруженная российская Поэтому я теперь только говорю, только путинские войска и только путинские силовики, потому что теперь есть другие российские силовики. А что касается политического представительства, там тоже проходят какие-то объединительные процессы. В Берлине заседание декларации, а потом сейчас в Париже было заседание декларации. Речь идет о том, что они имеют право представлять российскую сторону на Западе, пусть неформально и декларативно, но тем не менее, с ними говорят, как представители российской стороны, Запад дозревает и в этом отношении. Единственное, что мне хотелось бы, чтобы военное и политическое крыло, скажем так, наладили между собой отношения. В удобной для них форме. Там они много друг на друга жалуются, но все равно, если это кольцо замкнется, появится альтернатива правительства в изгнании де-факто и вооруженной формировании де-факто новой Российской Федерации. И вот это уже повод для того, чтобы приобретать медленно, криво, косо, но легитимность, альтернативную легитимность Путину. И, по крайней мере, у людей, которые сидят в России недовольны режимом Путина, появляется альтернатива. Это не значит, что они ее воспользуются. Но сам факт ее наличия – это событие огромного символического значения. У Путина откусили легитимности изрядный кусок. И есть другие люди, представляющие Россию в виде политического права и военного одновременно. Объединить бы их – это было бы то, что нужно. Это, значит, уже такая целая история. Напоминаю, что в первых странах Балтии, вернее, Запад не признал Эстонию в составе СССР. Правительство в изгнании работало все годы на Западе. И это, казалось бы, мелочь по сравнению с огромной машиной Советского Союза, а нет. Оно сохранило символическую преемственность и стало основой рождения новых, старых, новых Эстонии, Латвии. Это очень важно. Вот это мы имеем. Я выступаю за процессы кристаллизации у русской оппозиции между политическим и военным крылом. И пусть хотя бы формально поприветствуют друг друга, там, если они объединяются письмо и зовут, и так далее, и так далее. И у русских появится альтернатива. У россиян, у народа в России. Они будут видеть, что не Путин им единым жива Россия. Что в Российской Федерации, как государство, есть другое представительство. Это очень-очень важно. Смотри, это очень важный момент. Ты сказал, что по большому счету проявляется уже такая дальнейшая логика действий вокруг, событий вокруг России. Это вот появление вот этого вот правительства в изгнании, которое признается, на каком-то этапе будет признано. И которое будет рассматриваться, как в свое время, допустим, польское правительство в изгнании после 1939 года. И, собственно говоря, Запад же, он на самом же деле, и пока это еще открыто не говорит, там, да. Но все месседжи, которые там со вшесладскими идут, там, да. Ну, они же в том числе по этому поводу, они Путину, как бы, даже не Путину, с Путина все понятно. Вот они российским элитам говорят, чуваки, смотрите, вот дальше будет так, дальше будет так. Потом вот появились какие-то вот эти вот ребята, зеленые человечки, которые в военторге взяли оружие. И теперь уже есть путинские силовики, есть оппозиционные силовики. Это, кстати, это метко тоже заметил, потому что путинские силовики – это хороший нарратив, который мы должны постоянно применять. Каратели, путинские каратели, путинские силовики. Более того, я могу добавить, я могу добавить словарь еще одно. Вот у нас вечный спор, есть ли хорошие русские, полезные русские и так далее. Я могу сказать, вот вам настоящие русские. Настоящие русские из РДК и Легиона Свободы России, которые пошли освобождать Россию. Заметьте, как они отвоевали ни одного убитого мирного жителя. Это при том, что товарищи путинские силовики не стеснялись вообще. Знаете, почему вы отошли РДК и Легион Свободы России? Они отошли только потому, что те начали применять свободно падающие бомбы и артиллерию, и реактивную систему злопогня по своим же российским селам. Они вышли, чтобы не своим гражданам, граждан России не подставить, чтобы они уцелели. Вот вам разница, как воюют те и те. И заметьте силу политической идеи и общей системы. Примерно четверть Легиона Свободы России – это люди, которые сначала воевали в составе путинских силовиков против нас, попали в плен и добровольно перешли в Легион. Одни и те же люди, движимые другой идеей, были частью карательной машины. Став, получив другое политическое представительство, другую идею, они стали освободителями России. Заметьте, абсолютно драматическое превращение из Савла в Павлы. И это показывает силу разницы политической культуры. Вот мы же с Россией тоже отличаемся в первую очередь политической культурой разницей. Потому что жители Белгородщины очень легко перепутать жителям Харьковщины, например. Мы не берем Льваганина и, например, Уральца. Но вот в ближних регионах аж бегом можно перепутать, что отмечали еще французские и итальянские путешественники 17 века. Что на Савла в Павлажанщине народы не сильно различаются, но абсолютно различаются давляющие политические идеи, которые реорганизуют и быт, и культуру, и язык, и миропонимание, и все. И вот здесь, это как раз разительный пример, как преобразует самих россиян просто другая политическая идея. Отсюда есть надежда на то, что Россия, пересобранная другой политической идеей, может быть вменяемой нормальной страной и частью мирового общежития разделения труда и хорошим нашим соседам. Но на условии другой политической идеи. И одни и те же люди, которые были частью путинской машины подавления, могут стать другими людьми как частью системы, если другое политическое руководство с другим комплексом идей начнет перестраивать Россию сообразно этим идеям. Я думаю, что этот эксперимент неизбежен. Запад идет к нему, он дает России демократическое новый шанс. Но смотрите, берем любого трезвого силовика, недовольного режима Путина, любого олигарха. Ему говорят, слушай, ну что ж ты с Путиным? Давай что-то делать. Он говорит, а кто? Вот кто? Кому? Кому я должен пойти? И вот вам, пожалуйста, теперь есть кому. Мы можем сказать, солдаты России, вас подставили в этой войне, и вас сделают познание отпущения. Присоединяйтесь к легиону свободы России и КРДК. Вооруженное формирование новой России. Пожалуйста, вы можете прямо дивизиями переходить на его сторону. Когда олигарх говорит, а кому? Мы говорим, пожалуйста, вот вам правительство в изгнании, совершенно заказано, признанное Западом. И единственное, что Западу сейчас не хватает еще, кроме передачи на МФ-16, это признание этого самого правительства в изгнании. И я тоже им говорю, ребята, почему вы все стесняетесь? Вы уже фактически, де-факто, отказали Путину в праве представлять народы России. Байден сделал это в Варшаве, когда сказал народу России, мы разделяем вас и Путину. Он просто специально разделил, акцент на этом сделал. И когда вы вручили Путину черную метку, то есть повестку в городский суд, он вообще-то рассматривается как военный преступник. Какая нахрен легитимность и право представлять России? И тут уже, вот смотрю, директор, вернее, глава ООН, договорил о некадемности реформы Совета Безопасности. Есть еще несколько сильных ударов кистью, которые поставят ситуацию на место. Это признание российского правительства в изгнании, признание самим российским правительством в изгнании своих вооруженных формирований в том и новом варианте. И реформирование Совета Безопасности ООН и начало процесса изгнания Путинской, отказа Путинской России вправе представлять российский народ и народы России и международных организаций. Вот этот процесс надо запускать. Вот эта фишка сегодняшнего дня. Чтобы люди в России поняли, что их как стамеской Путина отсоединяют от России. Помните знаменитый монолог Мюллера, финальный в 17 дней весны? Это же поражаешься, насколько Семенов писал про сегодняшний день, если вместо Рейха поставить путинский режим. Он говорит там такую фразу, что фюрер не способен принимать решения и не следует путать интересы Германии и интересы Адольфа Гитлера. Буквально. Путин не способен принимать решения и не следует путать интересы России и интересы Владимира Владимировича Путина. Вот и все. Вот эту мысль Запад должен проводить последовательно. Заметьте, для этого не нужно тратить миллиарды. Это решение, которое принимается в юридической и политической плоскости. Для него нужно только решить. Максимум потратить ручку из чернила или немножко чернила из спринтера. Скажи такой вопрос по твоему мнению. Кроме РДК и Легионов свободной России в составе вооруженных сил Украины сейчас или как бы в ней на каких-то правах действуют, есть же еще у нас национальные батальоны, которые сегодня фактически входят, которые представляют народы, которые входят в Российскую Федерацию сегодня. То есть это черкесы. Есть башкирская рота. Да, это получается целый ряд. И дагестанцы, и ичкирийцы, по-моему там два батальона и так далее. И у них есть, у ичкирийцев целое такое большое крыло политическое. То есть они структурированы политически очень сильно. И имело бы смысл политически объединяться этим всем людям или нет? Или русскость, вот это вот как бы русский добровольческий корпус с Легионом свободной России это одна история, а вот эти национальные батальоны это другая история, которую не следует объединять. Это должно решить, это политическое решение. Это означает, что тем людям, которые, например, представляют ичкирийское сопротивление здесь, их политическому звену нужно принять решение, как они взаимодействуют с правительством Российской Федерации в изгнании, признать ли они себя частью Российской операции, например. Ведь они могут не признавать. И даже Верховная Рада Украины признала ичкирию независимой. Это Российская Федерация. Было такое решение у нас. И оно породило определенные последствия. Потому что если мы воспринимаем ичкирию как независимую республику, мы не можем рекомендовать им снова возвращаться в состав Российской Федерации, пусть даже одновременно. Это их дело, как они наладят взаимодействие. Главное, что такие формирования есть. Они есть. Есть, например, башкирская рота. И даже на прошлой неделе министр обороны Резникова обратился к башкирам, сказал, что зачем им участвовать в этой войне. Нет ни одного вопроса, который для вас жизненно важен, который зависел бы от Украины. Напрасно приливаете кровь. Поэтому процесс ширится и множится, скажем так. Но я хочу вернуться, да, и повторить. Могу вернуть, только вернуться и повторить то, что я уже сказал. Без политического представительства и без начала подрыва легитимации Путин и международных организаций. То есть, когда я ему отказываю постепенно, плавно отказывать вправе представлять интересы народа России и вообще народа России. Вот это дорога, которую нужно пройти сейчас. Стратегическая цель Украины – вернуть все утраченные территории, не выглядеть достижимой военным путем в краткосрочной перспективе. На штаба США Милле. Ну, Милле меняют на генерала Брауна. Милле очень осторожны военной старой школы, а всех военных старой школы отличает крайний скептицизм. Об этом писал еще Клауз Витц. Он говорил следующее, что военное дело просто и вполне доступно к изучению в классе. Сложности теории его, сложности его применения. И всех старых военных воевавших. Военный опыт, прежде всего, это опыт скептицизма. Как легко узнать старого военного в толпе людей, склонившихся над картой к принимающим решениям? Он всегда усталый и всегда скептичен. Он всегда, ну-ну, ну хорошо, ну давай. Ой, что-то я не верю, что оно получится, как бы, да, и прочее, прочее. Ну, давайте. Он всегда осторожно. Он не верит в двухходовки, в трехходовки. Он верит только в одни тупые прямолинейные одноходовки, потому что его жизнь очень большая. Ты можешь планировать все что угодно, а потом, когда начинается тупое с мясом, хрустом, столкновение, кто кого передавит, все красивые планы летят в том, по боку, все хлопопланы хороши бы столкновения спортивных. Поэтому это оптизм. Милли как раз скептик, потому что он профессионально военный, высокого уровня, и он всегда предпочитает, и политика американская. Лучше всегда заявить, скептическую планку задать. А потом, если это приятно удивлен, либо прав. Всегда выгодно, это еще бюрократическая составляющая. Поэтому он заявлял, профессиональный бюрократ, как ни крути, начальник, председатель комитета начальника штаба, он исходит из того, что лучше бы телеправым, или приятно удивленным. Он не может позволить себе оптимизм. Это риторика нашей стороны. Например, Арестовича, Будана и так далее. Мы там говорим, что всех победим, всех переможем. Для Запада эта культура чужая. Их военные чиновники всегда скептики. Это сформированные годами, школами, политическая культура скептицизма, упирающийся в философский и исторический скептицизм на самом деле. Им выгодно, потому что это прямой вопрос ответственности. А если вы заявили, что в мае будете в Крыму, а уже в мае, а где Крым? Или там этот самый и так далее. Они не хотят, они избегают таких вещей. Они хотят сказать, что украинская армия будет в Крыму, скажем так, в феврале 24-го года, они могут сказать, в следующем году. А их спрашивают в Барте 24-го, так что же она не в этом самом деле? Или наоборот, видите, она в ноябре зажгла. Или в сентябре, они говорят, ну приятно, ведь с нашей помощью мы передавали ей в 16, они смогли выполнить эту задачу раньше. Ура, ура, товарищи, давайте нам же пооткетируем. То есть, смотрите, если ты, они исходят из логики, как ты предсказал одну дату, получилось раньше, если ты вообще публично предсказывал, значит, ты герой, значит, ты хорошо поработал, ты еще лучше, чем у тебя думали. А если, значит, ты предсказал в ноябре, они в апреле не смогли, то виноваты, конечно, те, кто исполнительный. Я это все предсказал правильно, я обеспечивал, я старался и так далее. Это еще попытка закрыть себе задницу в бархатическом смысле, в этом самом деле. Очень понятная и ясная западная культура. У нас тоже такая публика появилась, хотя у нас очень большая ставка на медиа, на пиар и так далее, но кто перехватит микрофон и громче в него скажет. Но есть такие публики среди силовиков и политиков, которые всегда с ухмылкой, скептикой сидят такие, ну, ну, типа, да. И это тоже выгодная позиция. В аппаратных играх они в очень выгодной позиции находятся, еще раз повторюсь, потому что они либо молодцы из-за того, что получилось раньше, они же работали над этим, правильно, старались, либо они молодцы, потому что они всегда правы, а криворукие исполнительные смогли это обеспечить. Так что я бы поспокойнее был в отношении заявлений. При, как это, при общем развитии обстановки, при всех там среднесдержанных статистических факторах, ну, да, еще месяца в 9 придется пободраться. Я, например, считаю, что ВИВТ, то есть вооружение военной техники, перестанет хватать для организованного сопротивления российской армии где-то к февралю 24-го года. Вот по моим расчетам военным. Как бы, да. Но это же перестанет хватать сегодня, когда мы смотрим в конце мая. За эти 9 месяцев может произойти много чего, всякого самого разного. Как в позитивную сторону, так и негативную. Возможно, наше контрнаступление обрушит фронт, что они вообще посыпятся, и мы освободимся Украину за 3 месяца за разгон до следующих планиров. Или наоборот, они изыщут где-то неведомые резервы, там, от Китая, хотя он клянется божеством, что не даст, от Ирана, от Северной Кореи, от чего угодно угодно, и будут дать это сопротивление. Но в целом, по теперешним, если простой экстраполяцией идти, то к февралю они должны сдохнуть и потерять способность к организованному сопротивлению. А это, как мы видим, еще 2-3 контрнаступления. Ввожу новый мем, после сегодняшней подачи пойдет. Одним мы не отделаем. Здесь понадобится 2-3 контрнаступления. Друзья, по лайкайте эфир традиционно не просил. У нас уже больше 2000 смотрят. 2200 даже. Это только у тебя, а еще на Альфе еще больше тысячи. Да, да. То есть, в принципе, все больше и больше людей включаются. Поэтому, чтобы еще больше включилось от лайкайте эфир, это повышает вовлечение. Это первое. Второе. Вот в этой логике, которую мы начали обсуждать по поводу появления правительства безгнания, очевидно, что нормализация России в глазах Запада невозможна без каких-либо долгосрочных гарантий со стороны России относительно того, что она будет нормальной. А это, в свою очередь, подозревает, что она должна быть денуклеаризирована. Очевидно, что если Россия хочет быть нормальной, она должна быть денуклеаризирована. И вот Андреа Артвейлер, наш спонсор краткосрочный, кинул 10 франков. Спасибо, Андре. Значит, он пишет, будет ли Запад настаивать на денуклеаризации России? Миловые и Навальные будут настаивать на нет. Вон там Китай, как же без ядерного оружия? Потом опять вернуться в старые имперские нарративы. Но параллельно я вижу, что Китай наращивает свою ядерную триаду. И уже есть информация, я читал в западных источниках, что там рассматривают, что где-то к 2033-35 году Китай достигнет паритета с Соединенными Штатами Америки по количеству ядерных боеголовок. И в этой логике Штатам нужно остановить эту ядерную гонку. И вообще, в принципе, я думаю, Запад будет поднимать вопрос денуклеаризации всех ядерных арсеналов. Потому что все понимают, что это домоклов меч, особенно который есть в руках безумцев. Он в любой момент может сыграть свою руковую роль для всей планеты. Поэтому что ты думаешь насчет денуклеаризации России? Как ты видишь? Я думаю, что смена политической культуры означает смену политической модели. То есть мы поймем, что Запад хочет смену политическую культуру, когда мы увидим, что идет смена политической модели. Например, они ее рекомендуют новой России перестать быть президентской республикой, республикой с царем, а стать парламентской, например, с федеральным канцлером, с премьер-министром, говоря о президентках символической фигурой. Вот если это будет замена, нормальный двупалатный парламент, территории населения пропорционально, как у них сейчас, впрочем, то это будет означать, что да, в основу новой России вкладывается другой политический смысл, строится другая политическая культура. Теперь в рамках этой общей культуры вопрос где нуклеаризация. Человечеству ядерное оружие сильно мешает. Невозможно. Понимаете, я даже с психологической точки зрения могу вам сказать, что люди, которые живут перед наличием, пусть даже спящими, давно не актуальными, кроме постов Медведева, угрозой тотального уничтожения живого, нажатием одной кнопки, грубо говоря, эта полоса порождает колоссальную на уровне коллективного бессознательного. Это фундаментальная тревожность, которая сказывается потом в очень многих проявлениях. Например, если послушать нашего забрёвшего не туда Павла Щелина, у нас со статистикой он работает угол, то живя в США, факторы тревожности в виде кратковременных и долговременных психических расстройств, например, по избирателям меряется, избиратель демократической партии там зашкаливающий, тревожно. Ну, очень многие знают специалистов, что, как это, каждый третий или каждый второй американский студент, каждый третий минимум не может дослушать лекцию, концентрации не хватает и можно таблетками закинуться, которые мы в детстве напичкали, потому что ставили ему сигнал гиперактивность. Это частное проявление в том числе такой тоталитарной экзистенциальной, тотальной экзистенциальной угрозы существования. Поэтому, чтобы человечество сняло вообще ядерное оружие разоружилось и оружие масла поражает. У нас бы открылись новые пути к развитию, еще не виданные нам, и исчезли бы очень многие проблемы, о которых мы даже понятия сегодня не имеем, что они напрямую связаны с фактом существования оружия. Есть люди, которые это понимают, ядерное оружие, люди, которые понимают это и хотели бы это реализовать. Всерьез разговоры о денократизации ведутся, но как сугубо теоретически, но тем не менее. Но! Мы же понимаем, что гарантий нет превращения России из смены политической культуры, например, в парламентскую республику, то нет образования части независимых государств, которые от нее добровольно вышли. Нет никаких гарантий, что Россия снова не извернется, как у Робороса, не вернется к старым практикам. Какая-нибудь монопартистская революция или как это, прекращает гемберская республика новое существование, приходит очередной Гитлер и только теперь у него ядерное оружие все еще остается. Поэтому гарантия от новых Гитлеров, а Россия, к сожалению, фигура истории, в которой 500 лет сегодня возвращается на круги своя, и нет никаких гарантий, что в 2050 она не будет этого делать, конечно бы лишить ее ядерного оружия. Но! По справедливости тогда нужно ставить вопрос так. Если Россия лишается, а Китай растет, а Западу нужна Россия для сдерживания Китая в том числе, это одна из ключевых удач, то это неразумный шаг. Тогда надо денуклеализировать всех. И лучший способ денуклеализироваться Китая и Россия это в одностороннем порядке сократить ядерный арсенал Западу и показать всему миру, собрать коалицию государств и сказать, слушайте, мы готовы полностью сократить, если наши визависы сократят. Вот! И здесь авторитет Индии, например, соединение развивающихся стран как лидера движения неприсоединения. Авторитет, например, Японии, Кореи, государства ядерного порога, Бразилии и так далее, которые могут его преодолеть, Саудовская Аравия, если они принят политические решения, и выйдут, например, на площадку с инициативой полного разоружения ядерного человечества, это будет мощнейший факт. Это будет даже не историческое событие, а мета историческое событие. Тогда я поверю в разумность человечества в целом. Мы, как цивилизация глобальная, на что-то способны. Разговоры есть. Я знаю, что твоя инициатива с Кульпой, ты же ее начал по денуклеаризации России, Юра, и всячески ее поддерживаю, ее надо всячески продолжать, но здесь нужно ставить вопрос за денуклеаризации России и полную денуклеаризацию человечества. Я бы сохранил часть ядерных арсеналов под присмотром ООН для, например, работы с астероидной опасностью, некими угрозами из космоса и так далее. Тренировал бы людей, которые могут их применить по космическим объектам и прочее. Но это в рамках войск ООН каких-нибудь, общечеловеческих, не приближающих конкретному национальному государству. Но совершенно очевидным фактом и тестом для нового правительства России изгнанием является просто гарантированный тест. Вот чей Крым и готовы ли вы на денуклеаризацию? Но с чей Крым они уже определились. Берлинская декларация показала, что они говорят, убираемся. Россия должна убираться со всех территорий Украины, выбрать кримизацию, выбрать военных преступников. Там все четко укладывается в украинский мирный план, в план президента Зеленского, который G7 признала на прошлом. Нет, Алексей подвис куда-то. Возможно, звонок какой-то происходит. Я не знаю, на каких словах я пропал, но я говорил в конце, что твоя идея с кульпой была денуклеаризация. Да, да. Это тест для нового правительства России в изгнании. Да, мы давно об этом говорили. И дальше Киркскую декларацию, кстати, будем продолжать. Так что не волнуйтесь. У нас планы на десятки лет. Юго-Россия – это длинный план. Должны вы понимать. И так же, как и все остальное. Значит, ты вопрос хотел? Да, я хотел спросить, Алексей, Израиль. Вот интерес, мне кажется, тоже очень важный. Смотри, я видел, ты там выступал на большом мероприятии при участии официальных лиц, в том числе видел посла Израиля в Украине, он там же был. Расскажи об инициативе израильтян. Поскольку, если она носит официальный характер, то наверняка у них есть какое-то обоснование, зачем они ее делают и вовлекают спикеров твоего уровня, для того, чтобы ты поделился своими мыслями, выводами и так далее. И расскажи про вообще их интерес. Для чего им нужно? У них обывательский интерес? Они должны быть частью тренда? То есть, поговорить об этом, потому что весь мир говорит? Или у них есть некое уникальное видение, внутри которого они находятся и что-то хотят нам передать? Это двадцатая юбилейная герцелийская конференция по безопасности. Она очень престижна. Фактически это событие года. Ну, чтобы вы понимали, среди спикеров, например, был бывший премьер Бильд, передо мной выступал, среди прочих спикеров на панели. И это там очень представительская публика, очень серьезная. Не расслышали, кто был? Бильд, бывший шведский премьер Карл Вильд. Карл Вильд, да. Да, там очень-очень представительская публика, да. И это крайне серьезное мероприятие. Ну, чтобы вы понимали, с израильской стороны был начальник генерального штаба, глава военной разведки, министр короны, по-моему, даже был президент Израиля и так далее. То есть, это очень серьезный форум. И, как бы, понятно, что повестка от года к году меняется. Сегодня они дискутировали проблему новой архитектуры безопасности в Европе. Все понимают, грубо говоря, что Поздамская и Ялтинская системы, хотя они не употребляют, стараются не употреблять этих формулировок, у них другая история. Она больше такая, бывшему союзу относится к нашей геополитической школе. Но, грубо говоря, Поздамская и Ялтинская системы, система договоров, которые обеспечивали стабильность в 70-80-е годы, была подписана. Договор о непространении ядерного вооружения, договор о Хельских соглашении о нерушимости границ в Европе, договор о ракетах малой и средней дальности, и все остальное. Все разрушено. Разрушено и не работает. И наша война, и есть самые главные показатели, что это не работает. Надо строить какую-то новую. Какую? И вот дискутируется, какую строить, потому что я раньше был очень скептичен на отношении всех этих форумов. Ну, думаю, ну, собрались, ну, поговорили. Не только поездив по этим форумам как следует, я начал понимать, для чего они нужны и почему они важны. Я бы даже сказал, крайне важны, потому что собираются солидные идеальные, которые имеют прямое отношение к выработке решений в прошлом, в настоящем или в будущем. Для детей. Там, например, была глава со мной на парламентной дискуссии, была глава отдела планирования политики НАТО. То есть все политики НАТО планируются, да, и так далее. Ну, и вот такие вот фигуры есть, которые планируют политику НАТО, возглавлять отдел, который планирует политику НАТО. И они здесь очень важны вот что. Все люди живут в информационных пузырях. Большое начальство мировое, то национальное, не исключение абсолютно. Они живут в ограниченности своего человеческого опыта, взгляда на вещи. И хотя бы для передачи эмоционального опыта это крайне-крайне важно. Обмен точек зрения это, оказывается, не пустое потенцирование, это, оказывается, не словесная калибристика, не просто переворачивание с пустого в порожнее, и не просто еще постукались бокалами, обменялись визитками, разъехались. Нет. Люди на этих форумах корректируют свое частное и общее мировоззрение. А как известно, именно мировоззрение становится основой всех дальнейших действий. И ценность эмоционального опыта я понял, например, когда видел, как менялись западные политики. Вот наиболее драматично поменялся канцлер Фрега Шольц, например, после визита в Бучу. Я его воочию наблюдал, он заехал одним человеком, а выехал абсолютно другим человеком. Через три с половиной часа это просто другой человек во всем. Движение другие, выражение лица другие, вай-фай раздают другие, энергия другая. После чего Германия радикально изменила политика цена трехчасового визита. При том, что Буча давно уже была отличина в виде техники, там уже не было, конечно, трупов на улицах, и так далее, и так далее, и так далее. Побывал на Макире, общая атмосфера была. Полностью изменила его отношение к России, политику, которую он проводил, стал резко решительной. А сегодня Германия второй по масштабу помощи даже не Британия, а второй по масштабу помощи не оказываемой Украине. Это при том, что, ну, даже само снятие с газовой иглы и без передачи на военной помощи уже было бы мега событием, стратегически наслабляющей Россию, менявшей курс Германии, но они еще по передаче военной помощи на втором месте посвященных штатов. Так вот, эти радикальные перемены в результате трех часов. Форум длится два дня. И если там правильно поговорить, на одном, втором и третьем форуме донести, в том числе и в куларах, люди реально меняют точку зрения. Причем сильной стороной западных политиков, западных экспертов является то, что они гибкие в этом смысле и они умеют признавать ошибки. Очень редкое качество. Ну, западная система построена на обратной связи, умение признавать ошибки и так далее. Они живо воспринимают. Они не любят, когда им говорят в открытом, часто это, но все равно воспринимают. А в куларах они вообще очень адаптивны. И когда я это смекнул, я начал развивать много, ну, некоторое время назад довольно значительно. Я уже работаю как бы публично, из персоны, конкретно, передавая, в первую очередь, эмоциональный опыт и привязаны к нему, скажем так, точку зрения, чтобы они понимали, почему мы так смотрим на мир, как мы его видим, и что оно предельно обоснованно, что это не фантазии каких-то странных людей. Вот. И даже учитывая, что я подчеркнуто, все время подчеркиваю, что я сейчас не представляю Украину, не представляю украинскую власть. Это частное мнение конкретного человека. Тем не менее, как бы, очень серьезные контакты завязываются, идеи работают, кумулятивность, принцип кумулятивности аргумента работает. То есть, на первый не воспринимают, на второй хмыкают, на третий раз они этот самый. Как бы, да, на пятый уже слышат, на седьмой начинают менять точку зрения. Реально. То есть, я вижу, например, одних и тех же людей на разных форумах в динамике, как о них меняется радикально позиция. А кроме того, тут еще один момент. Это место, где можно заявлять коллективную позицию. Например, мы с поляками, с представителями стран Палтии, вообще в Восточной Европе, тем же самым Израилем, мы можем коллективно донести до Запада вещи, которые они не понимают, если они звучат только от Израиля, только от Польши, только от стран Палтии или только от Украины. Но поскольку у нас есть общий опыт, мы с израильтянами очень похожи на ситуацию, у нас с Восточной Европой у нас вообще одна единая история, то это начинает действовать на людей, которые немного далеки от этого всего. Как бы, да, и они, французы, немцы, итальянцы, хотя и они уже все все понимают, все совершили дрейф. Вот, например, я высказал во время дискуссии, она есть на видео в интернете, достаточно резкую точку зрения по поводу там, западной помощи, ожидания Украины, передачи и непередачи самолета, дальновольное вооружение и так далее. А у меня сидит представитель НАДО, сидит членом британского парламента, сидит глава комитета профильного Кнессета и депутат, бывший полковник немецкой армии, я с ним очень часто встречаюсь, очень симпатичный мужик, бывший депутат, вернее, нынешний депутат Кнессета и глава военного комитета. И я высказал точку зрения, по залу такой характерный холодок, когда, знаешь, хозяевам в лицо говоришь, что, ребята, вы не додаете, не дорабатываете. И думаю, что же будет дальше. Но меня подхватывает немецкий депутат, за ним глава Камин, вот это отдела политического планирования НАТО, женщина, потом подхватывает британец, говорит, да, мы конкретно не дорабатываем. И потом израильтяне, израильтяне говорит, да, не дорабатываем, и Украине нужно давать больше. Я, честно говоря, не ожидал услышать ничего подобного. Но, видите, оно накапливается, передается. И вот ради этого стоит там разыгрывать и театр одному актера, и большие дебаты устраивать, и в кулуарах работать, и так далее, доказывать, доказывать, доказывать. Кроме того, это же всегда обрастается приступными ситуациональными контактами. Институт национальной безопасности, институт стратегических рисков, оценок, всякие там и прочее, прочее, разные государства. Ты меняешься с людьми визитками, когда у вас начинаются встречи взаимодействия контакта, и оно всегда выражает конкретный практический эффект. Это мой лично. Я еще там года два назад был жуткий скептик в отношении всех этих международных актерсам. Думал здесь потрындеть, как бы, да, кофе попить, разойтись, нет. Оказывается, у этого выхлоп, и очень сильно выхлоп. И вот эти наши идеи, которые мы, в том числе, вырабатываем на Альфе и Омега, они медленно, осторожно, но то, что принимаются медленно и осторожно на рассмотрение, но могу вам сказать, что они точно уже не повисают в воздухе и очень давно. Уже преодолен на западном экспертном сообществе политическом некий барьер, после которого их стали выслушивать. Предложить там, например, год назад или полгода назад идею Юго-Руссии, но они посчитали бы тебя опасным и сумасшедшим. Сегодня они говорят, публично нет, они не готовы, в кулары говорят. Говорят. Так вот, возвращаясь к главной рамке, говорят, рассматривают, готовы. Например, Юра же был в Европарламенте на соответствующем заседании, где прямо рассматривали, простите, на уровне Европарламента, что же делать дальше с Россией, и как бы, а не нужно ли ее случайно поделить. Это год назад представить себя было невозможно, я уже не говорю, два или три года назад. То есть динамика идет. Так вот, возвращаясь к теме главной герстрийской конференции на архитектуре безопасности, новой архитектуре безопасности в Европе, то в этой архитектуре все осматривают переменные, которые не позволят строить эту схему систематически и надежно. Это переменная Российской Федерации, ее позиция, ее дальнейшие перспективы. Поэтому, грубо говоря, все и сводится то есть ключ к новой архитектуре безопасности, кто будет возглавлять Россию, какой будет Россия, куда будет рифовать Россию. То есть, по сути, тема нашей передачи и тема нашей с вами обсуждения. Потому что всем понятно, как себя будут вести все игроки в Европе. Непонятно только, строят архитектуру безопасности, их интересы ясно выражены, децентрализированы, понятны и непонятны России. Я им сказал, ребята, тогда все и сводится к преобразованию России. Вся эта история сводится к преобразованию России. Раз мы друг друга хорошо понимаем, раз мы друг другу предсказуемо, понятно, что мы, чего мы хотим, давайте вместе обнеемся и будем преобразовать Россию. И здесь мы упираемся в начало нашей передачи. Мы не совсем готовы к проектно-инженерному мышлению, но тогда я говорю, давайте тогда пусть сами россияне меняют Россию, с учетом общих интересов в этой самой Европе. Правительство в изгнании, их союзовооруженная оппозиция российская и давайте уменьшение легитимализации Путина, повторюсь. И тогда мы будем накачивать их, показывая им, что, господа, мы вас признали в качестве правительства, мы вас помогаем двигаться в качестве легитимной силы, которая возглавит Россию. Вот наша система интересов. Вы не можете ее не учитывать с самого начала. Не потому, что вы нам должны, напишитесь, и тогда вам придется искать замену. Вот. И да, и вот это вот конструктивная дорога. Переменной величиной системной архитектуры безопасности является Россия. Все сводится к России. Какой она будет, значит, давайте помогать России стать вменяемой. Вот лозунг конференции. По крайней мере, той панели, той части, в которой я участвую. Супер. Из того, что говорит Алексей, очень четко вытекает, что вот Украина, и мы, в частности, как такая активная интеллектуальная часть нашей страны. Вот. Мы должны постоянно набрасывать на Запад вот наши концепты, расширять, книги давать, как бы там, участвовать во всех этих дискуссиях, потому что вода камень тучит. Вот здесь правильно же в чате пишут, что год назад Германия опетляла там, и доставала там со складов какие-то старые гепарды, там, кряхтела там, дубала, где сларяда достать под эти гепарды, там, и все такое. Вот. А сегодня мы получаем там, аресты, и современные образцы вооружения, более современные образцы вооружения. Вот. Германия все чаще и чаще дает военную помощь, тоже как и другие. Я могу сказать очень важную вещь. Смотрите, что важно. Концептуально мы их опережаем. Почему? Потому что они умнейшие люди с очень серьезной экспертизой, но в силу устойчивости западных институций они не могут себе позволить концептуально мыслить широко, далеко и дерзко. Просто не позволяют. Сами ограничивают свою мысль. И они могут вариться в этом вечно, конечно, если только большие события не будут заставлять их обдумывать эти вещи. Но, поскольку мы уже в больших событиях, и они втянуты в эти большие события, и мы де-факто действуем как союзники, то, по сути, я излагал вещи, которые выработаны вот в наших внутренних дискуссиях, на Альфе-Омега, в кулуарных дискуссиях и так далее. Выясняется, что вот эта наша с вами передача, в которой мы сейчас участвуем, программа, она является одним из главных концептуальных точек. И тестирование идей, которое мы вырабатываем, показывает, что ее, как бы, и хореал этих идей не 5-6 тысяч зрителей онлайн, которые смотрят там, и не 150 тысяч, которые посмотрели потом, а это всерьез, всерьез воспринимается западным экспертным сообществом, хотя пугает несколько их своей дерзостью. Но это же лиха беда начала. Помните, они боялись нам стингеры передавать, там, год с небольшим назад, не то, что там, джавелины или патриоты, танки и самолеты. Они двигаются. Почему? Потому что, во-первых, мы умные, простите, а во-вторых, потому что мы, как бы, находимся в точке, где делается будущее. Вот оно здесь делается. Хотим и не хотим, оно сфокусировано сегодня здесь. И именно Украина должна предлагать им повестку, в том числе, перспективное решение. Цитирую Шевлица, нас всех губит, нас всех губит отсутствие перспективного видения проблем. Так вот, это перспективное видение проблем и их решение как раз и есть одна из наших главных задач. Наша главная задача это показывание возможных новых перспектив, кстати, общеевропейских, общезападных задач, глобальных задач, показывание нестандартных подходов, перспектив, новых точек зрения, возможностей, которые они не видят. И приучение их к мысли, что можно думать и играть широко. Не только оборонно, но и проактивно. Вот это главный тренд, который надо поломать. И здесь мы не кому сослужить, кроме нас. Когда-то все охали и охали от Израиля, что он позволяет себе и ворвать французские катера, когда им надо и носить удары под реакторами, под Багдадом, не спрашивая никого. А сегодня Украина играет эту роль. И мы, мы, в том числе опираясь на опыт израильтян, с которыми я много и плотно работал, очень много, помимо конференций. Вот. Должны, как это, должны, ну, извините за такой уже совсем жуткий трюизм, банальность, оказаться достойными этой роли, но за это я меньше волнуюсь, мы уже достойны этой роли, должны настойчиво порождать эти новые концерты и продвигать их в западное экспертное сообщество, просто чтобы они привыкали мыслить иначе. когда-нибудь, эти концерты станут их новыми политическими решениями. Угу. это еще ничего. Повтори до конца, что я понимаю. Да. Насколько они что? Насколько, вот насколько у них произошло изменение восприятия вот этой вот войны, там, да, потому что они же всегда это подвязывали к своим, к своей внешней политике, завязке, зависимости от ситуации на Ближнем Востоке, там, в Сирии, где Россия... Да, у Израиля была системная проблема, которую они сами признают. Они аж занападали перед Россией. Как они сами шутят, что стоило там Путину суислить, как израильские премьеры там бежали, не ступал к кому-нибудь зубах и так далее. У них и исторический, и красный верный спаситель от фашизма, и после опыта столкновения на Ближнем Востоке с СССР, с СССР, и те с теснейшими связями с российскими олигархами, российскими деньгами представленными в Израиле, в общем, представительством России на Ближнем Востоке, есть определенный комплекс неполноценности перед Россией, был вернее, и вины такой, который даже на самых трезвых умах, и даже на тех военных, которые били Советы там, сбивали их самолеты, уничтожали их, как это, побеждали неоднократно на Ближневосточных войнах, при том, что уровень советников российских часто доходил, вернее, советских до уровня командира батальона, они все равно вот так вот, ну это же Россия, с ней невозможно бороться, там Россия все равно в конце концов победит, выкрутится и так далее, мы зависим от России, мы не можем, мы не можем, и прочее, и прочее. И вот это, сейчас Израиль на этапе выздоровления от этой болезни, как и страны. Они перестали трястись в отношении России, и трястись, и немножко снизу вверх смотреть, меня всегда это поражало, потому что израильская армия в прямом случае с российской разделается снизу, в той же селе разделается снизу 15 минут. Но все равно вот это вот, чуть-чуть с приседанием, вот это вот, оно как бы, знаете, есть такой хороший еврейский анекдот, мне там рассказали по этому поводу, иллюстрирую, когда это самое, религиозные евреи танцуют свой танец, такой вот, как бы, и читают молитвы на распев, они на каждом шестнадцатом шагу по кругу ходили, приседали. И вот однажды, молодой этот, Хасид не выдержал, подходит к рыбе и говорит, слушайте, а что происходит? Почему мы приседаем на шестнадцатой минуте? Где в этом, в Торе об этом сказано? А, это сорок лет назад здесь балка была. Так вот это вот как раз оно, да. И, да, они, как бы, уже балки давно нет, но все это ценно. Они проходят этот кризис, и этот кризис, как ни странно, дала улица. Русскоязычные избиратели в Израиле, это каждый четвертый избиратель. Приблизительно. Сейчас Израиль трясет, потому что реформа Верховного суда, там борьба старых и новых элит, тяжелейшая идет, внутриполитическая борьба, политический кризис, пятые выборы за два с половиной года. Трясет, демонстрации ходят, ну просто там пройти невозможно, потому что Лавиву, но они все время орут. Демонстрации собирают по 250 тысяч человек, это в Израиле. Это как бы, чтобы не соврать, двадцатая часть населения вообще-то, в приходе на демонстрации. И, тем не менее, и что характерно, русская улица симпатизирует Украину, вся. Вот вся украинская улица и большая, подавляющая часть даже бывших российских евреев и белорусских, они все из бывшего СНГ, все симпатизируют Украине. А Натаньягу, например, стоял на мавзолее с Путиным, с ленточкой Георгиевской, и ему это крайне дорого сейчас обходится. Крайне дорого обходится. И они ищут выход из этой ситуации, диссоциироваться с Россией, с которой были особые отношения, диссоциироваться с этой проблематикой. Но из-за вот этого запобегания они никак не могут решиться на, например, серьезные поставки в Украину вооружения военных, увеличение помощи, более решительные политики в отношении России во Ближнем Востоке, например, и вообще в отношении России. Это для них проблема. Прежде всего проблема психологическая, потому что с технической точки зрения материально у них нет никаких проблем с этим разобраться. Но что приятно, я говорил с представителями очень серьезного военно-политического эстеблишмента в Израиле. Они сами на меня вышли. Вот. И одни, вторые, третьи, четвертые. Значит, есть там мощное лобби, которое мощное лобби, которое на строго проукраинских позициях. И даже не столько из-за симпатии к Украине, хотя они ярко нам симпатизируют, открыто нам симпатизируют при всей сложности украино-израильского вопроса, сколько из-за понимания общей логики процессов, происходящих в мире на Ближнем Востоке и внутри самого Израиля. И они стоят системно за увеличение помощи Украине. Системно. Там происходят разные процессы, интересные. Есть надежда, что эти процессы рано или поздно обернутся новым этапом в украино-израильских отношениях, в том числе, например, расширением разных видов помощи, я бы сказал. Это не сегодняшний день, но, думаю, перспектива такая есть. Они очень медленно вылазят из этого комплекса за нападание перед страшным Кремлем, но как бы и перед большими российскими деньгами, которые там вращаются, но выходят. И это для них новый вызов. Израиль тоже сейчас идет, как они говорят, дорогой обновлений, и для них новый вызов в том числе с этим разобраться. Расскажи немножко, пожалуйста, о контексте израильском относительно Сирии. То есть, мы знаем, что Башарасад довернулся в Лигу арабских государств. То есть, мы понимаем, что сирийский вопрос влияет на израильское отношение к России и конфигурации вообще своих поступков относительно Иран. Иранский вопрос влияет очень сильно. Иранский вопрос определяет. Да. Дело в том, что Россия так и умудрилась попередовать в Ирану очень много вещей всяких, о которых меня просили не говорить. Но умудрилась. Ну, в прессе было, я скажу, потому что в прессе было упоминание Су-35, которое они передали и прочее. И это не все. Там есть много... Да, есть более неприятные вещи. Израильтяне, конечно, полезли на стенку от этого. Они очень злые в этом отношении. А главное, что из-за сближения России и Ирана им стало труднее работать по иранским целям в Сирии. Русские начали противодействовать этому. Чего они не делали год назад, например, и так далее. И это уже вызывает вопросы серьезно практического характера у израильтян, я бы сказал так. В общем, у них период романтических отношений давно закончился, особенно те, кто в деле непосредственно с Российской Федерацией. Но все еще они находятся в концепции, которая называется деконфликт, и мы с русскими не сталкиваемся, избегаем и прочее. Проблема в том, что россияне начали им серьезно противодействовать их планам, целям и задачам. Эта ситуация тоже не может длиться долго. Они не видят в Сирии практической реальной опасности сейчас. Сирия очень существенно слабая на Кришнарской войне, но они видят в иранском присутствии очень большую опасность и в бесконечной мукачке Хазбаллы в Ливане не видят иранскими. Например, запасы ракет с Хазбаллы сегодня достигают 150 тысяч и выше единицы. Можете себе представить, если Таразово полетит на голову израильтян не в вторую ливанскую войну. 150 тысяч единицы. 150 тысяч единиц у Хазбаллы. Ну это Катюша, условно говоря. Да, ну как-то разные. Там есть ракеты очень серьезные для дальнего действия, которые простреливают весь Израиль насквозь, как бы, на 2-3 территории. Тель-Вив точно закрывают. Аэродромы накрывают, базы накрывают. Это частью является их военного планирования политического. Они второе столкновение, они с Одраганием вспоминают вторую ливанскую войну, в которой они казались не вполне готовы. Когда и месяцами сидели в убежищах, экономика встала и всякое такое. Так вот, они сейчас с Одраганием, думаешь, уж будет во время Третьей Ливанской, если такая случится. А Иран делает все, чтобы оно случилось. И многие специалисты считают это неизбежным. И вот невозможность полноценно противодействовать Ирану из-за российского вмешательства это фактор, который очень серьезно беспокоит и является предметом их самой серьезной озабоченности. Вот на таком уровне абстракции, пожалуй, остановлюсь. Наш посол, кстати, подарил Корнячук, подарил, да, Евгений Владимирович, подарил израильским политикам кусок иранского шахеда. Ты сказал, но если вы уже занимаетесь сдерживанием, так сдерживайтесь по-настоящему. Сдерживайте уже по-настоящему. Общий враг, в конце концов, у нас появился. Израиля не поставили систему раннего предупреждения, она сейчас работает в Украине, работает хорошо. Смотрим, что будет дальше. Во всяком случае, я им сказал четко, что, ребята, насчет военной, там, это скользкий вопрос, тяжелый. Нам нужно всестороннее взвешивание за и против. Вашей политике вам беднее, у нас есть свои ожидания, вам беднее, но взаимовыгоды это нужно гуманитарно, это точно можно было почти пополнить. Опыт у вас огромный. Например, наша освобожденная территория на юге, это опрестительные установки, в которых там крайне нуждается. Николай Архерсон на окрестностах. Там и медицины, и много, много чего другого. Вот. Поэтому там широкая подать, да, возможностей. Но, скажем так, вектор охлаждения российско-израильских отношений, особенно в деле происходящих в Сирии, процессов, сближения России и Ирана, он очень четкий, он наметился уже очень как-ли. Смотри, я бы хотел еще понять видение израильтян, какое у них сложилось уже к нынешнему моменту относительно архитектуры безопасности. То есть, какие вопросы для них являются еще непонятными. Возможно, они делились чем-то в кулуарах. Возможно, не только израильтяне этим делились. Возможно, и британцы, и немцы. Они стоят, они стоят особняком. Вот. Израильтяне. У них свои цели и задачи, в первую очередь, сдерживание Ирана и мир с другими европскими странами. Потому что, мирный опыт мирного тока в расторгании Египта показывает, что он глубоко позитивный оказался. И они на людей говорят, что это другие арабские страны. На них это цели и политики. При этом, то есть, у них мир с другими, с арабскими странами, не другими, а и сдерживание Ирана. Вот и главные внешнеполитические задачи сейчас. Они решают так, как они могут. У них давние негласные взаимодействия с королевским династией Турцовского залива. И они надеются привести его в официальное соглашение. И сдерживание Ирана это вторая тема. Они вынуждены проводить политику гибко, балансов и так далее. И тут скорее опыт качества анализа и принятия решений. Хотя есть общая точка пересечения. Та же самая иранская проблемская. Вот. Но как они видят ситуацию в Европе? Они медленно выздоравливают болезнь которая называется «Россию не победить» с хэштегом. И теперь смотрят на эти вещи иначе. Но среди них есть очень прогрессивные люди, которые очень трезво оценивают ситуацию. Ихихихов над этой самой Россией давно уже. А не видят преимущественно западные повестки. Там ничего специфического израильского. В этом нет. Европейские дела все-таки от них далековаты. И они в общем-то идут как союзник мата. В этом тренде в понимании. А западные эксперты не израильтяне, с которыми также наобщались до Несхоча, что называется. Они ничего не скрывают. Там нет никаких тайных, куларных решений. Все, что они говорят, так и есть. Это является основой их планирования. Например, безопасность в Черноморском регионе их очень сильно интересует. Балтика. Северный морской путь. Его безопасность торговой. Проблемы энергоносителей. Все то, что широко дискутируют. Зачем с западом приятно иметь дело? Нету крипто запада. Запад какой на странице журналов профильных. Он такой на самом деле. По крайней мере у меня сложилось такое впечатление. И круг проблем понятен. Я же еще раз повторю свой тезис. Все понятно. Все то, что мы дискутируем, понятно. Все, что они пишут в своих статьях, понятно. Могу тезисно сказать, никто Украины сдавать не будет. Война пока мы не победим. Поддержка после войны это решенные вещи. Многократно подтверждала, что задача является перевооружение вооруженности в Украине полностью. И продолжение помощи после и модернизации после войны. Даже когда мы ее победим. Что формула мира является украинской формулой мира. Никаких других вариантов не рассматривается. Отдельные дискуссии про замирение, про две Кореи, которые мы дискутировали. Это просто часть широкой дискуссионной культуры на Западе. Они спокойно все варианты не падают в умрак. Общеполитический тренд это то, что политики присутствующие говорили. Война до победы сдерживать будем годами, если понадобится Россия как недавно британцы заявили. Россия думает на своем это напрасно. Будет помогать годы и годы. Не просто отдать западное вооружение, а модернизировать всю нашу военную систему, включаясь военной промышленностью, чтобы Украина могла сама себя защитить. Перспектива вступления ЕС и НАТО, они прямо говорят, не сейчас, но мы идем к тому, чтобы Украина стала членом ЕС и НАТО. Большего желать невозможно. Они говорят это там, где их никто не говорят в куларах, где не надо изображать. Кулары разные всегда говорили. То есть они прямо говорят да, ЕС и НАТО, да, помогаем. То есть у Запада позиция четкая, сформулированная. И они это хорошо понимают, потому что это еще и программа сдерживания Китая. Все понимают, что у России слабая Украина это грандиозный соблазн для Ирана продолжать экспансию, не для Китая продолжать свою экспансию, да еще и объединяться. Сильно Украина это значит, трижды подумают, а надо ли дергаться в отношении Тайваня или каких-нибудь там как этих острова Спратли. И надо ли, например, Ирландо продолжать вести вот это. То есть это мощнейший сдерживающий, сам факт победы, особенно после поражения в Абганистане, вывода войск, в Украине это мощнейший сдерживающий факт. В этом смысле они поняли, они совершили свою брондиозную эволюцию и все понятно. Это новости самые благоприятные в отношении Украины. Единственный вакуум, лакуна в западных построениях это что делать с Россией. Единственная перемена непредсказуема. Нас они считают предсказуемыми, нас они считают вменеемыми, нас они считают с нами можно иметь дело, доказано, они все симпатики, они все с украинскими флажками ходят, сердечками и так далее. взлетали очень охотно кстати вешали себе в том числе такие серьезные представители. И хотя форум форум не был напрямую посвящен Украине, Украина была только часть дискуссии, очень охотно вешали ленточки и сердечки и так далее. Но с нами все понятно. по поводу нас только самая благоприятная новость. Что с Россией делать? Вот факт. Здесь их не удается пока сделать проактивными, но мы их обедом, о чем. Алексей, такой вопрос личного характера, но в то же время политического. Операция Пузо является ли частью камуфляжа украинского контрнаступления, и исчезновения заложного, потому что несколько дней это просто и вот сейчас даже наши самые активные зрители. Некоторые умеют жить так, чтобы обсуждение двух версий Пузо Арестовича прикрывало новость об атаке Белгородской области, о исчезновении заложного и о чем там еще, о взятии, и перевзятии и бахмата. Вот так надо товарищи жить. Показал две разные фотки и все уже думают не о новой архитектуре безопасности в Европе, а гугл запросы тех дней можете посмотреть. То есть без технологий все-таки не обошлось? Да, пришлось дорисовать. И еще один вопрос такого плана. А тебе ли кажется смешным или странным, что вот люди, которые еще недавно тебя хитили за то, что ты, условно говоря, давал такую позитивную оценку и позитивный фон происходящим процессам в контексте в контексте войны. Вдруг в течение нескольких дней в унисон с российскими ботами всякими военкорами и прочими уродами начали визжать по поводу того, что исчез залуженный. И вот в моем понимании это такой психологический феномен своеобразный. Потому что все не так. Хорошо, хорошо говорит о том, что все хорошо там или все более-менее нормально, позитивно развивается. Плохо. Исчез залуженный как бы и ничего не показывает. Плохо. Ничего не говорит. Вот. И как не ведите плохо? Ну, давайте разделять людей. Общее беспокойство людей. Например, политическая программа, которая проводится в жизни, товарищи нам хорошо известными и понятными. Вот. У них сейчас две идеи. Если бы не Зеленский не началась бы война, второе, если бы Арисович не успокаивал, то тысячи людей остались бы живы. А мне хочется задать им вопрос. Откуда вы знаете, остались бы тысячи людей живы или нет? Они мне перед смертью смс-ку прислали. Прощай, дорогой друг и брат, меня сейчас убьют, но перед смертью я хочу тебе сообщить, что если бы не Арисович, я остался бы жить. А так я наслушался, убаюкался. Как они статистику собирают против тысячи людей, которые остались живы и прочее. Это либо политическая борьба, которую качают одновременно россияне и наши доморощенные патриоты в кавычках, как они сами все называют, на дочке, которая в состоянии наркотического объединения убивает людей на дорогах и так далее. И сами, которые попадались с наркотиками, а потом рассказывали, что это был творческий эксперимент по провозу, тестировали пограничную службу. Но суть не в этом. Суть в том, что… что я понял из этого? Я понимал важность трагической коммуникации, но я не понимал, до какой степени на таких изломах истории. Они должны быть непрерывными. Если человек опять не получил объяснения каким-то фактом, он побежит брать их где попало. Например, у противника. А в психологии есть закон, который звучит так. Восприятие есть начало воспроизведения. То есть, если ты с глубоким скепсисом и полным недоверием прочитал новость о том, что заложенный пропал и ранен российскую, ты сначала не поверил. Второй раз, третий, четвертый и ты начинаешь это воспроизводить, а на пятый раз ты становишься ботом, который сам распространяет эту тревогу. Да, да, эту тревогу и этот самый. И эти версии все. Поэтому важно первое, первым заявить, перехватить. А второе, важно наполнить пространство своим содержанием. Иначе его наполниют псевдопатриоты и российские боты. Что у нас часто и происходит, когда власти не успевают реагировать вовремя. В информационной повестке самое главное первым захватить. И даже невнятное сообщение «Да, знаем, что случилось, разбираемся, скоро будет официально». Гораздо лучше, как работают все государственные пиар-службы, информационные службы. Что-то случилось, они долго думают реагировать или нет, потом они составляют максимально выхолощенное сообщение, которое никого не обидит, не заденет чувство трансгендера, да, там, я не знаю, кого угодно и так далее, и так далее. И через 12 часов сладко вылезное сообщение, которое никому не нужно, уже сообщают. Но только если это превышает 6 часов, они думают, так уж уже и не сообщать, это уже и не новость, уже другие новости появились, Пузо Арестовича, например, и так далее. И так вот три дня они не могут принять решение. За это время все заполнено российскими версиями, фотками залужного, в рубашке с длинным рукавом, что якобы он скрывает ранение, что он не так похудел, не так держит руку и прочее прочее. И услышьте, вот это очень важно понять, даже самым умным людям, даже самым скептическим людям, даже те, которые все проверяют на предмет российского или нашего псевдопатриотического и псов, все равно есть вещи, которые происходят незаметно для сознания. восприятие, начало воспроизведения. Если ты что-то воспринимаешь, ты начинаешь это воспроизводить. У человека даже язык, корень языка движется, когда он молчит, но читает текст, потому что он читает его слух мысленно про себя и запускает соответствующий процесс. Если нет объяснений, где заложено в течение трех суток или даже раньше, то рано или поздно восторжествует российская версия. Вот поэтому статистические коммуникации должны быть непрерывными и взрывательно с захватом первой повестки. Еще одна вещь. Ты первый об этом сказал, все остальные работают на тебя. Они уже с тобой спорят, опровергают, соглашаются, но это все раскрутка твоей повестки. Очень важно оказаться первым. Но даже если не оказался первым, надо предоставить свою версию. Тогда идет борьба версии, тогда человек может читать разные версии. У него появляется пространство для скепсиса, пространство для критического анализа, пространство для самостоятельного решения. А если версии нет, то будет только вражеская. И это проблема. И вот здесь как раз мы хороши тем, альфа-эмега, что мы по полному спектру ситуации общаемся всегда с нашими же зрителями, у нас ежедневные программы. И могу сказать нашему уважаемому публике, нашему костяку, тех, кто случайно смотрит, что если вы хотите иметь передовую альтернативную точку зрения, которая передовой признается солидными дядями на солидных тетях на солидных конференциях, то смотрите альфа-эмега. Здесь точка роста. Интеллектуально. Здесь точка будущего стратегического роста. И я говорю, это не чтобы нас похвалить. В этом смысле я достаточно ироничен. Я говорю, что я практика сейчас на этих всех форумах по безопасности. Я беру просто на проверку, излагаю идеи, которые в этом здесь. И они воспринимаются как этот самый, как, ого, да, это прикольно, давайте об этом подумаем. Мы никогда бы так не поставили вопрос. Посмотрите, какая там перспектива. Буквально вот такая реакция. Так что, товарищи, наша стратегическая коммуникация работает на тезис. Супер. Раз уж мы уже вошли во внутреннюю повестку и пообсуждали разные факторы внутренней политики, давай проговорим очень важный тезис, который от тебя прозвучал, получается, на прошлой неделе. Было интервью, внутри которого ты сказал, по-моему, Голованову, что после победы нас ждет, на самом деле, не очень хорошее время в контексте психологического состояния украинского общества и, в частности, естественно, военнослужащих. У нас вчера был Кирилл Сазонов в эфире, который, в целом, очень сильно подтверждает твой тезис относительно психологической работы. Он говорит о том, что очень не хватает на фронте именно психологов. Ты заявил такую рамку, что 30 тысяч должно быть психологов. Я читал много комментариев под вырезкой с этим тезисом. И очень много людей, скажем так, относятся к ней схвально, да, поддерживают эту идею и высказывают мнение, что сами готовы учиться и так далее. Как ты видишь построение обучения? Как оно должно вообще совершиться, чтобы потребности украинского общества в психологах квалифицированных закрылись сейчас? Смотрите, это одна из тем, которые дискутировали с изолитянами, в том, что у них есть богатый опыт, чего там далеко ходить. Жена премьера Натаньягу, Сара Натаньягу, она детский психолог, в том числе специалист по посттравматическим расстройствам у детей уделяет этому большое внимание. А наша первая леди недавно инициировала программу «Уличное здоровье нас». И хорошо, что она услышана на самом высоком уровне, все отдают себе этот отчет, посмотрим, как это пойдет, потому что все что делать государство нуждается в присмотре и коррекции. Но важно, что проблема поставлена на государство, даже международном уровне. А мы, как гражданское общество, не должны дать ей спуску, проверять и смотреть. Значит, война, теперь по сути вопроса. Война – это не испытание для среднего человека. Средний человек его не выдерживает. Я уже не говорю о средней психологической крепкости. Без специальной подготовки, без каких-то генетических особенностей либо предыдущего опыта человек не выдерживает. то у него начинает психическая деформация. Глубина и степень этой деформации – это вопрос очень сложный. Потому что, если ты там 15 часов сидел под обстрелом, это одно. Если товарищи запихивал ему в живот, это другое. Если посидел под обстрелом, и третье. Если уехал за границу, но там издергался, потому что война издалека выглядит гораздо страшнее, чем вблизи, то это третье, и так далее, и так далее. Примерно 40 миллионов, получивших травму в Украине психологическую в той или иной степени. от самых тяжелых случаев, которые сейчас по кабинетам отделения военной психиатрии, и заканчивая общим расстройством, связанным с боевыми действиями. Это существенная часть чего? Восстановление потенциала страны, существенная часть послевоенной реконструкции страны, потому что это прямо сказывается на качестве людей, а значит на рынке труда, а значит на производительности, возможности совершить политические реформы, использовать шансы, и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, будет ли удачная послевоенная реконструкция напрямую зависит от психологического здоровья тех, кто и будет заниматься. А в этом смысле у нас пока очень-очень сложно. Вот. Поэтому здесь эту тему надо безусловно двигать. Я как бы, понятно, что мы на моем уровне частых инициатив 30 тысяч психологов не подготовить, как бы сейчас, но я с азеральтянами в том числе очень активно общаюсь на эти темы. И есть некоторые наработки, о которых еще рано говорить, которые позволят, например, что они, наверное, самый большой опыт в мире имеют, они и американцы, и британцы в отношении лечения посттравматического синдрома. Ну, делаю, что можем, на том уровне, на котором нахожусь, скажем так. Будем надеяться, что инициатива первой леди, куда вовлечены, в принципе, серьезные люди и ведомства, и в том числе иностранные, тоже даст какой-то свой эффект. Главное, что проблема осознанна, и мы к ней движемся. Будет ли 30, до какой степени удачно, это посмотрим, но постановка вопросов уже 50% решения, мы знаем. Поэтому каждый из нас, на каждом на своем уровне, если вы сегодня без работы или у вас есть желание в этом участвовать, идите учитесь на психолога, идите на специальные программы по устанавливатическим синдромам. Чем больше из нас будет этим владеть и уметь, даже на бытовом уровне, на уровне первичной помощи, первичных советов, первичного понимания, оценки ситуации, тем лучше. Нам нужна нация, которая вся получила первичные навыки работы с посттравматическим расстройством разной степени. Первое, его такой домашней, как бытовой диагностики, понимая, что этот человек не сам по себе дурак, и у него плохой характер, в день сегодня плохой, а это явно примет расстройств. Выучить их не так сложно, даже не будучи с образованием психолога, и пониманием, что с этим делать дальше. Тогда мы просто станем терпимее друг другу намного, потому что, как нация, надо понимать, что если человек не в камуфляже, не в солдат, а просто человек орет в транспорте, сорвался в маршрутке, надо очень хорошо, внимательно посмотреть, нет ли это за этим, просто психологического расстройства, связанного с циклами войны, или самодиагностики. Вот то, что я сейчас исполняю, там, например, длительная депрессия, резкие перемены настроения, или там еще что-то. Это может быть не потому, что я взрослый дядя или тетя, которые не способны с собой справиться и кондиционировать себя, а потому что у меня есть симптомы расстройства, незаметные для меня. Так вот, навыком первичной диагностики, моя мысль, навыком и самодиагностики, и первичным действием, или хотя бы пониманием, что мне пора отправиться к специалисту, то есть сделать про себя этот вывод или про знакомого, должно быть обучено все наше население, включая тех, кто выехал за рубеж, потому что там своя специфическая травма. Конечно, над ними не работают сирены, но понимание, что сирены работают там, над родными, близкими, над теми домами, где они жили, на их родине, оно травмирует ничуть не меньше, специфически, по-своему не меньше, а может быть даже и больше, тем тех, кто убил Сашу. Ну да, ракеты преимущественно избивают, так что все нормально, можно детей в школу управлять. Там свое расстройство, я против того, чтобы говорить уехав, что уехавшие, это сбежавшие и так далее, и так далее. Поверьте, я вот с ними сейчас встречаюсь, у них свой специфический вид расстройства, конечно, сильно умный. Правда. Поэтому надо обучить всю, нам нужна программа не просто подготовки 30 тысяч психологов, нам нужна профессионала, нам нужна программа обучения навыкам первичной диагностики и самодиагностики, и первичных каких-то мер кондиционирования, неприятия себя, балансировки для всей нации. Она должна стать обязательной частью учебных программ и для детей, и для взрослых. Супер. Откуда, поясни буквально один вопрос, почему цифра 30 тысяч, как ты ее формулируешь? Ну, я приблизительно, это долго рассказывать, формулу, но приблизительно, это как бы количество людей и человека часов, которые способны обслужить, например, на посреднем, первичном и тяжелом случае. Это долго, долго. Понял, вопросов нет больше. Ну что, будем заканчивать? Да, я уже должен бежать, у меня переезд просто, да, поэтому... Пожелаем тебе счастливого переезда, мы знаем, как это... Спасибо большое. Да, у меня впереди еще несколько, несколько серьезных форумов, один за другим просто, один представительский другого, так что нам будет о чем поговорить и через неделю, и через две. Супер. Супер. Отлично. Have a happy landing. Хороших тебе перелетов, нам хороших, хороших вечеров, без ракетных обстрелов. Слава ЗСУ. Пока. Пока-пока. Счастливо.